Вирусолог Кристиан Дростен заявил, что до декабря в Германии разразится сильная волна заболеваемости, вызванная новыми вариантами ковид. Заболевания могут быть легкими, но они повлияют на работу немецких компаний. Между тем, с октября в Германии планируется общенациональное требование к обязательному ношению масок в клиниках и учреждениях по уходу, в поездах дальнего следования и самолетах. Для фирм снова введут обязательное предложение работы в домашнем офисе. Эти меры должны действовать до 7 апреля. К другим темам. Зимние шины в Германии стоят значительно дороже, чем в прошлом году. Цены выросли примерно на 21%. Не избежали подорожания и всесезонные шины. Но здесь рост несколько меньше – 16%. Еще несколько месяцев назад шинная промышленность в основном получала важное сырье, такое как технический углерод и синтетический каучук из России и Украины. Теперь производителям придется искать новых поставщиков. Кроме того, высокие цены на нефть, газ и электроэнергию привели к увеличению себестоимости продукции. Но есть хорошая новость – дефицита зимних шин в Германии в этом сезоне не ожидается. В Германии начался грибной сезон. Федеральный институт оценки рисков рекомендует собирать и употреблять только известные грибы. Новичкам не следует полагаться на грибную книгу или интернет-приложение для распознавания грибов, потому что часто они путают похожие. Больше всего следует опасаться отравления бледными поганками. По данным Федерального института оценки рисков, именно они становятся причиной около 80% всех отравлений грибами со смертельным исходом в стране.